Встретитесь в Зальцбурге 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 Из двухсот часов Должно получиться полтора-два Да? Ну, если мы просматриваем фильм Для демонстрации на западном рынке И в том числе там Для дистрибьюции Тильзионной То это да, это полтора часа Но в наших форматах Это пятьдесят две минуты час Хорошо. Расскажите, пожалуйста, понятно, что не единолично вы занимаетесь этим фильмом. Есть какая-то команда? Или в большей степени вы один? Сначала все начиналось именно так. Теодор мне предложил снимать кино. Мы на следующий же день поехали в Европу, в Германию на гастроли. Я считаю, что это была отмашка, начало съемок этого фильма. В этот момент я действовал один, но поскольку фильм разрастался, мы обзавелись командой. Меня поддержали на киностудии «Новый курс» в Пермской синематеке. Продюсер проекта Владимир Соколов вел его до последнего момента и еще ведет. Я думаю, что в Зальцбурге мы тоже будем командно действовать. Какую часть времени вашего от каждого дня, допустим, отнимает именно производство этого фильма? Нет, это не каждый день. Это не обязательный проект для меня. Это не конвейер. Есть какие-то периоды, когда мы заканчиваем очередной съемочный период. То есть, когда мы встречаемся с Теодором, либо куда-то ездим, либо он приезжает. И после этого идет некий монтажный такой период, когда мы там подводим итоги и пробуем скоррелировать это с основной массой того, что мы наснимали. И всегда у нас куда-то уезжает немножко в сторону наш проект. И поэтому получается, как получается. Хорошо. Вот с какой-то концепцией вы уже определились? Ну, естественно, да. Какая-то будет версия. Помню, что вы говорили, что масса версий конечных. Ну да. Но это будет такая, ну не знаю, классическая версия, наверное, документального кино. Это длительное наблюдение за героем. То есть, там не будет ни авторского закадрового текста. То есть, говорить будет только Теодор и его музыка. То есть, это разные эпизоды, начиная вот с тех дальних семи лет назад времен. То есть, его репетиции, его какие-то кулуарные мастер-классы с исполнителями, гастроли. Вот как-то так. Знаю, что, по крайней мере, так и знакомые говорили из мира кино, документального в особенности, что фильмы снимаются ради одного кадра, ради одной фразы. Вот вы уже нашли из этих двухсот часов то самое. Мне кажется, фильмы снимаются ради высказывания. Я думаю, что мы к этому достаточно плотно подобрались. Я вот считаю, что вот наше интервью, которое запланировано в Зальцбурге, оно как бы явится неким таким, ну, цементом, который объединит все эти разрозненные материалы в одно целое. Раз столько времени вы уже посвятили съемкам, наверное, вы сможете как-то, ну, может быть, проанализировать или оценить, вот, Теодор, который приехал в Пермь тогда и который уезжает сейчас. Вот это насколько разные люди или один и тот же человек? Было бы странно думать, что человек за почти 10 лет никак не поменялся. Естественно, он стал очень другим. Мне об этом судить легче, может быть, потому что передо мной, вы знаете, вот эта тайм-линия его жизни здесь в Перми, я вижу, каким он был и каким он стал, он стал другим, да, он вырос, он стал более целеустремленным, мне кажется. То есть теперь, и не случайен вот этот вот его уход отсюда, потому что, ну, он понял, что он много времени тратит на вот борьбу с этой вот липкой эмоцией, мне кажется, и ему хочется больше проявить себя как творца, проявить свой гений, и он вправе это сделать. Вот, а в начале пути был более мягче, да, в этом отношении? Более мягче. Да, он был моложе июнея. Собственно, и, конечно, не могу не задать вопроса, вот ваше личное, наверное, отношение к этим июньским событиям, к уходу, к прощальному письму и так далее, и тому подобное. Ну, ясно. Ну, на самом деле, это, ну, как бы, это давно ожидалось, и я просто, странно, что он не сделал этого раньше. Я вижу в этом всего один минус, единственный, что, ну, Пермь, она потеряла некий такой стиль в данный момент, стиль в таком, в ментальном смысле. То есть Теодор, он хорошо показал, как можно выражать себя, думать, стремиться к свободе, и вот этого мы лишились, и все остальное. Я бы сказал спасибо даже не ему за то, что вот он здесь присутствовал, а городу Пермь, потому что она действительно стала для него родным домом, она позволила ему сделать такие значимые проекты. Что же, Алексей, предлагаю на вот этой лиричной ноте и завершить нашу с вами беседу. Спасибо большое. Алексей Романов, режиссер фильма, в том числе, вернее, фильма, и о Теодоре Курензисе был в студии РБК Пермь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова